Когда харьковские волонтеры купили этот УАЗик, он уже 10 лет как был не на ходу. Полтора месяца работы и уже через 4 часа он будет на фронте. Бойцы говорят, везут не просто автомобиль, а настоящего боевого товарища. Для того, чтобы перегнать автомобиль, военные решили даже утра не дожидаться. Там, на передовой, под Дебальцево, сейчас каждая минута может стоить кому-то жизни. После одного из мощных обстрелов градами из строя вышло три машины, в том числе и одна скорой помощи. Эта машина нам нужна для того, чтобы перевозить больных, чтобы проводить разведку, потому что нас накрили буквально три недели назад градами, пошкодили все автомобили, все, которые были. Сейчас остался один автомобиль, который сейчас перевозит и 0,03, и, как не тяжко это говорить, и 0,02. И нам эта машина очень нужна. Если бы не волонтеры, то нас бы уже не было. Волонтеры нам дают все, от А до Я. Это от трусов и до формы, и до автомобилей. То, что нам нужно, мы заказываем, они все нам дают. Перед отправкой на передовую УАЗик тщательно протестировали и испытали во внедорожных условиях. Замена раздаточных коробок, ремонт мостов, замена двигателей, кузов, кузовно-показочные работы. Ну, все это выполняем своими силами. Пытаемся, как бы, не упустить ни один узелок этого автомобиля, чтобы он не подвел наших бойцов в бою. Ну, в свою очередь, как бы, мы им благодарны за то, что харьковчане, наши дети, наши жены спят спокойно в этом городе, и кто-то нас защищает. Для волонтеров это уже четвертый обновленный автомобиль, который они отправляют на фронт. На подходе еще три. Свежий УАЗик на передовую отправили не налегке. УАЗик пустым отдавать нельзя, поэтому везем еще масхалаты, кикиморы для снайперов. Везем теплые вещи, это жилетки для бойцов на меху специальные. Ну, масло, расходные материалы на этот автомобиль и дополнительное топливо, это тоже обязательно здесь. Вот видите, рисунки от детей и передача от харьковчан обычных, кто приносит, мы все просим, собираем. Вместе с УАЗиком на фронт к бойцам приедет и электронная посылка. Планшеты с 3D-картами для разведки и артиллерии. Алена Сырокова, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Спасибо.